Конечно же, самое главное – это безопасность, работать в очках, в наушниках, потому что любая пила двигателя выдает более 100 дБ. Первые штрихи создает лесоруб-ювелир Владимир Богданов. Раз за разом на обычном бревне появляются очертания будущей фигуры. Чтобы вырезать все детали, потребуется примерно два часа. Владимир Богданов умело управляет профессиональным инструментом – пилой для заготовки леса. В октябре его достижения попали в Книгу рекордов России. Лесоруб-ювелир менее чем за пять минут выпилил из бревна с помощью бензопилы неразъемную цепь из трех звеньев. Теперь Владимир Богданов выпиливает оригинальные скамейки. Скамейки с животными по бокам. Это все равно, что как скульптор. Он же скульптуру изначально берет камень, а потом просто откалывает лишнее. Точно так я отрезаю все лишнее, а древесины, любой древесины, из бревна получается какое-то произведение искусства. Начал Владимир Богданов с изготовления главного символа будущего года – собаки. Всего за три дня появится несколько оригинальных скамеек, которые установят на прогулочных площадках в детских садах областной столицы. Таким образом лесорубы поддержали идею Департамента экономического развития Вологды. Демонстрация техники и оборудования – часть программы выставки «Российский лес», которая проходит в рамках лесного форума в Вологде с 6 по 8 декабря. Делают ходы наши жесткие, но не могут дать и снимать. Тем временем на площади революции шахматные баталии на лесных форвардерах. 12 лучших шахматистов из спортивных школ Вологды ведут бои с помощью операторов лесных манипуляторов. Объемные шахматные фигуры, выточенные из дерева, перемещаются по доске площадью 50 квадратных метров. Манипулирует ими лесная техника, которая обычно занимается погрузкой бревен. Партия здесь будет продолжаться примерно один час. Каждому спортсмену дается 25 минут на партию плюс 10 секунд на каждый сделанный ход. Отличие от обычных шахмат состоит в том, что многое зависит не от спортсмена. В реальной партии у ребенка уходило бы 1-2, максимум 3 секунды на проведение хода, а здесь на это требуется 30-40 секунд. В этом ключевое отличие. А в русском доме деловая программа. Здесь стенды компании лесной сферы. Всего приехали представители 200 организаций из 20 регионов России и 5 стран – Бельгии, Финляндии, Италии, Латвии, Белоруссии. Технику для рубки и транспортировки деревьев предлагают белорусы. На стенде компании можно попробовать себя в роли лесоруба. Элементы симулятора хорвестера и форвардера полностью соответствуют реальным. Белорусский производитель участвует в Вологодской выставке с 2008 года. Вологда для нас уже стала родным домом. Мы уже десятый раз подряд приезжаем в Вологду. У нас в Вологодской области работают около 50 лесозаготовительных машин «Амкадор». То есть это вот результаты выставки. И еще стоит отметить, что по-прежнему выставка в Вологде – это номер один в России. Вологодщина – лесной регион. Область входит в тройку лидеров по объему заготовки древесины, деревянных домов, клееной фанеры в России. Именно поэтому областная столица вновь стала сердцем лесной промышленности. Вологодская область – это лесной регион. 80% территории – это леса. Общий запас древесины – 1,6 млрд кубических метров. Это один из самых больших и серьезных расчетных лесосек в Российской Федерации. Лесная промышленность – одна из важных и для экономики Вологды. А выставка помогает найти новые заказы и партнеров, а значит помочь местным фирмам. Сегодня первый день, только выставка началась. Но уже, не буду скрывать, есть пару контрактов. Более 700 предприятий у нас работают в этой отрасли. 2000 с лишним человек в общей сложности трудятся на этих предприятиях, только на крупных и средних предприятиях, не считая еще мелких предприятий. Это, конечно, очень хорошее место общения. И то, что в прошлом году на аналогичной выставке порядка 40 таких контрактов о намерениях было заключено, как говорит, подтверждает мои слова. Обсудят участники делового события и перспективы развития лесной промышленности. Важно, что форум «Лес и человек Вологда» проходит в год экологии, объявленный в 2017 году президентом России. Проблемы несанкционированных свалок, передовые технологии комплекса и новеллы лесного законодательства – все это также во главе угла масштабного форума. Мария Кудрякова, Михаил Прищев, Вологда РФ.